Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пронько. Начинаем на волнах Финам. 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 Наш большой вечерний интерактивный канал. Реальное время. Я с вами буду вместе в ближайшие два часа до девяти вечера. В этом части мы будем обсуждать очень серьезную тему. Я хотел бы, чтобы вы по меньшей мере послушали, а побольше сделали правильные выводы. Потому что в нашей стране есть деятели, которые хотят повернуть время вспять. Я не знаю, какие у них там мысли. Предполагаю, что весьма и весьма цинично-прагматичные. Но, тем не менее, повод встретиться сегодня с нашими экспертами, он такой, он очень серьезный. Он реально очень серьезный. И, к сожалению, часто мне говорят, что ты привязался к президенту Путину. Ну вот, коль скоро господин президент решил, что он центр власти в стране. И фактически, и на основе нынешнего действующего законодательства. От него действительно зависит очень многое. Соответственно, он будет в центре именно нашего обсуждения. И я к нему цеплялся и буду цепляться. Вот пока ситуация не изменится и не появятся действительно самостоятельные ветви власти. Исполнительные, законодательные и судебные. И в следующем части, с 8 до 9, будем обсуждать итоги сегодняшнего дня. Они фееричны. Тут я подобрал несколько тем, которые, я думаю, вам будут не безинтересны. Но это следующий час. А в этом пенсии россиян. Как верить государству, на что рассчитывать в старости. Это, знаете, это такая была мягкая формулировка. Моя жесткая формулировка. Нас с вами хотят вернуть в советский САБЕС. Очень хотят. Очень прагматичные люди. Вот как это не допустить? Как заставить президента обратить внимание на ошибочность возможного решения? Сегодня мы говорим с Михаилом Дмитриевым, президентом фонда Центра стратегических разработок. Михаил Игонович, добрый вечер. Добрый вечер. И Виталием Плотниковым, председателем правления Негосударственного пенсионного фонда. Первый национальный пенсионный фонд. Виталий Александрович, вечер добрый. Добрый вечер. Напомню, средства коммуникации 651099,6, код Москвы 495, finam.fm. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Подключен мой личный аккаунт в Твиттере. Так что вот все средства связи к вашим услугам. Не молчите. Вот я вас прошу, не молчите. Потому что то, что хотят сделать с вами, в том числе и со мной, это недопустимо. Михаил Иванович, я вам за эфиром сказал, что у меня боевое и неконструктивное отношение к этой теме по одной простой причине, что эти люди опасны и для российских граждан, и для российской экономики. Я имею в виду чиновников, конкретных чиновников, которые разрабатывают, я не знаю уже какую по счету, пенсионную реформу в стране. Я хочу услышать конструктивную позицию по этому вопросу. Чем они руководствуются, на ваш взгляд, и к чему это может привести? На самом-то деле вся инициатива начиналась с очень невинных идей. Эти невинные идеи, в общем, вполне полезные и конструктивные, были отражены в указе, подписанном Путину на следующий день после инаугурации. Там был указ о мерах по совершенно социальной политике, и там правительству предписывало срок до 1 ноября внести предложения по пенсионной системе, которые нацелены были бы на увеличение доходности и сохранности пенсионных накоплений. Через два месяца правительство внесло предложение, которое ликвидирует не только обязательную, но и добровольную накопительную пенсионную систему, и возвращают существующие распределительные пенсии к формуле, которая у нас примерно существовала в начале 90-х годов. Но это на самом деле пенсионная пустыня, то есть это разрушение всего того, что с большим трудом создавалось на протяжении предыдущих 15 лет. Они понимают вообще, что они делают? Вот вы заговорили о мотивах. Знаете, в начале июля, когда появилось вот это письмо Минтруда, где все было четко изложено, было ощущение, что они этого не понимали. Когда я задал Эльвире Набиулиной вопрос, а вы подумали над тем, как вот эти предложения соотносятся с интересами различных массовых групп населения, и работающих, и пенсионеров, и молодежи, которые еще только вступают в трудовую жизнь, мне прозвучало здесь, вы что, нам угрожаете? Вот даже так, такая реакция. Именно буквально была такая реакция. Причем Эльвира Набиулина, это человек достаточно продвинутый в этой администрации, и не она была инициатором предложений. О людях, которые были инициаторами, от них, в принципе, не звучало вопросов, связанных с тем, каким группам населения вообще это нужно и выгодно. Их идея была такая, разменять долгосрочную задачу устойчивости пенсионной системы с накопительным элементом на краткосрочную задачу сокращения дефицита пенсионного фонда. Что, в общем-то, по большому счету, гражданам ни тепло, ни холодно. Есть он этот дефицит или нет. На размеры пенсии это, на самом деле, никак не влияет, потому что дефицит покрывается трансфертом из федерального бюджета. Но убивает все эти достижения, которые были к этому моменту достигнуты. Главное, это порождает кризис доверия ко всему в пенсионной системе, потому что было предложено изменить все ее основные элементы, кроме, конечно, двух самых главных. Это пенсии госслужащим и пенсии силовикам. Да, этой теме я хочу отдельно уделить особое внимание, потому что у нас, оказывается, есть белые пушистые и совсем белые, и совсем пушистые, да, вот, которые сейчас выводятся. Я, честно говоря, шокирован вот этой реакцией действительно госпожи Набиулины, которую я считал и считаю, да, одним из профессионалов. Мы с ней общались, встречались неоднократно. Мне представлялось, что она достаточно адекватный человек. Но когда вам было сказано, вы нам угрожаете, это несколько, по-моему, не совсем адекватная реакция на данную тему. Я хочу еще раз обозначить для слушателей, вы можете всю неделю ухахатываться над журавлями и осьминогами, да, но то вот, о чем мы сейчас говорим, это не смешно. А сроки, вот они, президент, по всей видимости, мельтешит. И хорошо, что мельтешит, то есть он не занимает сейчас окончательную позицию. Но когда он ее займет, и если она будет не такая, как предлагает, скажем так, экспертное сообщество, профучастники, то, в общем-то, после драки кулаками вы уже не помашете. Виталий Александрович, вы все-таки профучастник. Я так понимаю, если это все будет реализовано, по вашему бизнесу и бизнесу ваших коллег будет нанесен не просто удар, а вас снесут с рынка. Да, ситуация серьезная, в случае реализации этих идей ситуация будет крайне сложная, потому что сегодня пенсионный рынок, негосударственных фондов пенсионных, он представляет собой уже очень такое социальное точки зрения, очень масштабное явление. Порядка 23 миллионов человек обслуживается в негосударственных пенсионных фондах, обслуживалось по состоянию на 1 июля, но продолжается заключение договоров обязательного пенсионного страхования. Этот год обещает быть очередным рекордным годом, по некоторым оценкам до 8 миллионов в этом году человек еще перейдет. То есть рынок может перевалить по количеству обслуживаемых граждан за 30 миллионов человек. К той же дате было 1 триллион 320 миллиардов рублей активы клиентов, это не считая собственных средств пенсионных фондов. Это тысячи работающих на этом рынке. Я бы еще сказал, что с этим рынком в силу обязательных норм, законодательных норм, еще связана достаточно большая инфраструктура, которая обеспечивает деятельность рынка. А именно, управляющие компании, где тоже есть люди, их много управляющих компаний, специализированные депозитарии, аудиторы, актуарии, это все обязательные субъекты для этого рынка. Рынок формировался 20 лет, и все это по винтику собиралось. Через 2 недели, вот у меня стаж будет работы в Государственном пенсионном фонде, правда в одном и том же, 20 лет. Я вот это все прошел, и каждый винтик заворачивал. И насколько тяжело это всем уроками. Естественно, преодолевалось колоссальное неверие в течение этих 20 лет, страны граждан, корпорации и прочего, и прочего. Такого рода действиями, это неверие, но оно будет просто доказано, что правильно, не верили. Я могу сказать, вы знаете, я анонсировал же наш с вами разговор, да, тем более вчера, как по заказу Алексей Леонидович Кудрин опубликовал свою стачу в газете «Ведомости», мы с ним, кстати, договорились, он побывает у нас в ближайшее время, пока дата не определена, я не готов ее просто сообщить, но принципиально мы с ним достигли соглашения, что он у нас будет вновь в эфире, и безусловно будем, вот что называется, распластывать все финансо-экономические вопросы, и в том числе пенсионные. Так вот, я соглашусь с вами, господа, если они это сделают, это не удар, это, по-моему, окончательный крах доверия к государству. Государству российскому. Потому что то, что я читал в течение дня в Твиттере, да, на вот этот анонс, мне сводится к одному. Юрий, а что вы, простите, одно место рвете, когда они вот примут решение, и мы, молчаны, окажемся правы? Чего вы дергались-то? Вот оно. Государство российское. Чихать они хотели. Сейчас у нас краткий выпуск новостей. Здесь Михаил Дмитриев и Виталий Плотников. Еще раз обращаю всех внимания, особенно тех, кто в этой минуте к нам присоединился. Мы обсуждаем ни журавлей, ни осьминогов. Слетал он, не слетал он. Вот сейчас, к 1 октября, он будет принимать решение. Я имею в виду господина президента. Вот если вы не выскажетесь, если вы вот консолидированно не сможете выступить, я обращаюсь к каждому из вас, то тогда на ваших пенсиях можно поставить большой жирный крест. И не надо думать, что вам сейчас 20, 30 или 40 лет, да, и это будет далеко. Это будет завтра. Краткий выпуск новостей. 19 часов 17 минут. Говорим о пенсиях, о тех инициативах, которые предлагают ваши слуги народа, которым вы платите заработную плату, и которые готовы угробить рынок негосударственного пенсионного обеспечения. Сейчас во многом все будет зависеть от президента Владимира Путина. Здесь у нас в студии прямого эфира Михаил Дмитриев и Виталий Плотников. Письма на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. Михаил Игоревич, давайте так, вот чтобы было людям совсем просто для понимания, да. Чем они руководствуются еще раз, да, то есть что они преследуют, что они хотят достичь, и с точки зрения финансовой экономики будет ли эффект. Опять-таки, памятую о том, что демографическая яма, в которой мы находимся, она будет только увеличиваться, а не уменьшаться. Прошу. Ну, чем руководствуются чиновники пенсионного фонда, там логика простая. Они управляют вторым по размерам мешком денег в стране, но им очень не нравится, что они зависимы от Минфина по источникам поступлений. Больше половины всех денег, которые идут в пенсионный фонд, это трансфер с федерального бюджета. Его надо каждый раз обосновывать и доказывать в бюджетной трехлетке. От этого зависят параметры расходов пенсионного фонда. Чиновникам это не нравится. Чиновники предпочли бы, чтобы большая часть этих денег поступала из автономных источников. Пока из более чем пяти триллионов бюджета пенсионного фонда только два с половиной триллиона поступают в виде страховых взносов, а еще полтриллиона идет на накопительные пенсии. Вот чиновникам хотелось бы эти полтриллиона тоже тратить на текущие расходы, поскольку это повышает автономию, их автономию в принятии пенсионных решений. Плюс есть еще один важный мотив, об этом они не говорят публично, но их довольно сильно донимает проблема персонифицированного учета взносов. Для пенсионного фонда это большая головная боль, это нужно каждый год. Все деньги, которые уплачены разными работодателями за каждого работника, разнести по персональным счетам, и от этого зависят пенсионные права будущих пенсионеров. И у них были довольно большие проблемы с этим учетом, потому что сама система создавалась в конце 90-х годов на деньги Всемирного банка. Там устарело физически и сильно было физически изношено оборудование, на котором базировались эти базы данных. И кроме того устаревший софт, который невозможно было изменить и перенести на новое оборудование, потому что все это сильно устарело морально. Честно говоря, по моим ощущениям, для них все это было большой головной болью, любые сбои в этой системе чреваты большими скандалами и неприятностями. Они хотели бы избавиться вообще от необходимости учитывать взносы. А если необходимость учитывая взносы отпадает, то, во-первых, это ликвидация обязательно накопительной системы, а во-вторых, в существующей распределительной системе, у нас ведь тоже сейчас формирование распределительных пенсий, страховые ее части, основано на учете взносов. Вот их идея была ликвидировать эту часть пенсионной системы и перейти к более примитивной формуле, которая существовала у нас в начале 90-х годов. То есть от стажа и заработка. Вот, слушайте, это все понятно, да, то есть чиновники вообще у нас не любят себя озадачивать дорогих, да, и любимых. Им как-то вот другим бы позаниматься, а тут мы их отвлекаем. И сумма-то достаточно серьезная, да, полтриллиона ежегодного. Это серьезные деньги, это серьезные ресурсы. Вот я теперь хочу понять. Они отдают отчет, что они нанесут колоссальный удар по государству, по доверию собственных граждан. Или им по барабану. Вот вы меня простите вот за этот же организм, да, но порой мне представляется, что им действительно по барабану, да. То есть вот есть это, эти законы, эти структуры. 20 лет, да, 20 лет они поднимались. Вот сейчас они у них как кость в горле. С вами же надо заниматься, да, там, значит, сводить это все. Документы оборот. Потом, это же живые люди. Это же все живые люди. А люди у нас любят, в общем-то, по праву так покачать иногда. Вот, Ида Александрович, на ваш взгляд, они понимают вообще, осознают это, нет? Ведь вернуться после какого-то периода к этой теме будет очень сложно. Люди будут постоянно говорить, а в 2012 году было принято решение. А с 1 января 2013 оно вступило в силу. Пожалуйста. Вы знаете, Юрий, мне кажется, что люди просто не рассуждают в таких категориях. Они сейчас слабоумные? Нет, они вполне дальновидные. И как следует из проекта, того документа, который сейчас активно обсуждается, в общем-то, генеральная линия-то, она прослеживается. Какие бы там слова не были написаны, витиеватость формулировок приводит к итоговой отмене накопительной части. Хотя... Это будет сухой остаток. Другого исхода, то есть, пойдя по такому пути, вот назад уже, вернуться к накопительной части, невозможно. Мне, ну, как эксперту, правда, смотрящему несколько иными глазами или под другим углом такого рода документ, видится еще несколько целей, о которых вот сейчас Михаил Игонович упомянул, да, это изменение пенсионной формулы. Такая скучная формулировка, да, неинтересная и прочее, и прочее. Но она-то как раз и позволяет управлять свободно будущими обязательствами, которые, ну, как это неожиданно для всех оказалось, они-то копятся в страховой части, и у ряда людей там весьма серьезные деньги за время реформы образовались, а их-то надо исполнять, эти обязательства. И уже срок исполнения близок, уже в этом году пошли первые пенсионеры, которые вступали в 2002 году в реформу, массово пошли. Да, да, да. Всем казалось, наверное, что до этого еще далеко, а вот оно все и случилось. Мне видится, что и такого рода цель, она вполне может преследоваться. И она, с финансовой точки зрения, некоторое нивелирование будущих обязательств, она весьма и весьма прагматична, пусть и цинична, но прагматична, и людей вынашивающих и закапывающих такого рода планы, ну, вот такого рода документы, нельзя назвать слабоумными. Вот. Поэтому я и говорю, люди рассуждают в категориях тех приоритетов, которые заданы. Нет, а я все-таки наставлю на их слабоумии. То есть они рассуждают категориями сегодня-завтра, в лучшем случае послезавтра. Но категориями 5, 10, 20, 30 лет, вообще вот горизонт-то у них какой? Ну, вот как в документе написано до 30-го года, а сегодня на дворе 12-й год. Кажется, далеко? Даже до 30-го года, 18 лет, это серьезный срок для того, чтобы ставить серьезный цель. Да, Виталий Александрович, они, понимаете, они концепцию, они рушат концепцию. Какие там 18 лет, они наносят удар и уничтожают просто под ноль. Я молчу. Вот смотрите, я 5 лет работаю на этой станции, 5 лет. Я говорил людям о том, что, ребят, давайте думать, да, сами, сами, сами. У вас есть возможность. Ищите, есть НПФ, УК, все это на рынке представлено. НПФ контролируется еще хлеще, чем банки. То есть степень надежности высокая, отчетности все публикуются. Ищите, масса информации. Многие поверили. Мне сейчас стыдно будет, если вот эти деятели, да, к 1 октября положат на стол, и Путин с ними согласится. Потому что окажется, что совковый собес оказался сильнее всего. Но, Михаил Горгиевич, ведь они же нанесут еще один удар по гигантскому рынку. Конечно, он не сопоставим ни с развитыми, ни с американским, ни с европейским. Я имею в виду финансовый рынок, фондовый рынок. Мы поте... А где у них длинные деньги, я хочу понять, вот в этой связи, да? На что они рассчитывают? Вот сегодня господин президент у нас в Владивостоке там очень хорошо рассуждал о государственном частном партнерстве. С этого любимая тема он любит ежа с ужом, да, скрещивать и вот получать эти распильные проекты. Но сегодня не об этом. А здесь-то им тоже плевать получается. Знаете, вот это меня как раз поразило, потому что негативные последствия в целом для развития финансовых рынков очевидны. На это указывают люди изнутри правительства. Например, Панкин, Дмитрий Панкин, руководитель ФСФР, его позиция была однозначна, на моих глазах и высказывал Медведеву о том, что на ближайшие годы ликвидация накопительной системы в принципе остановит развитие финансового рынка в России. Это будет и кризис доверия, и рынок столкнется с дефицитом длинной составляющей своих источников финансирования, которые восполнить нечем. Сейчас огромная проблема у российского банковского сектора, потому что в последний год источником пополнения банковской ликвидности перестал быть федеральный бюджет. Банки все больше зависят от кредитов Центрального банка, а кредит Центрального банка у нас краткосрочный. И банки кричат, дайте нам долгосрочную ликвидность. И это как раз вот в этот момент, когда зависимость банков от краткосрочных поступлений Центрального банка возросла, мы еще ликвидируем самый значительный источник долгосрочных длинных денег в стране. Вот при этом, что поразительно, для первых лиц в стране эти аргументы не действуют. Вот это неоднократно уже много людей пыталось вести разговор об этом с Путиным и Медведевым, но они воспринимают это как некую второсипедную проблему. Такое ощущение, что даже о цели создания Международного финансового центра забыли. Потому что очевидно, что ликвидация накопительной системы сделает маловероятным реализацию такого проекта. То есть ни Медведев, ни Путин не осознают этого? Это не вызывает никакого отклика, даже эмоционально, не говоря уже на рациональном уровне. Слушайте, я думал, меня очень сложно шокировать. Но получается, что Панкин и, может быть, еще несколько человек это осознают и пытаются донести, а все остальные делают вид, что ничего не произойдет? Но для финансового, для социального блока 100%... Я даже сейчас, простите, Михаил Георгиевич, я не говорю про МФЦ. Все, я забыл эту тему. Ребят, это элементарная экономика вообще. То есть вы понимаете, что такое фондовый рынок? Вы понимаете вообще, что такое финансовый рынок? Если вы не понимаете, ну а как вы тогда собираетесь управлять этим всем? Или бог с ним, как говорится, пусть уходит к праматери истории? Создается впечатление, что у первых лиц страны и у Путина и Медведева возникло ощущение, что они не способны обеспечить хоть сколько-нибудь эффективное регулирование финансовых рынков. И предпочитают, рассматривают всю эту тему скорее как некую головную боль. Что много длинных денег, много ответственности за результаты перед населением. Все-таки речь идет о социальных длинных деньгах. О тех, за которые население предъявит спрос рано или поздно, когда начнется выплата накопительных пенсий. А поскольку они не уверены в способности федеральных ведомств обеспечить эффективное регулирование, обеспечение надежности и сохранности, то они предпочитают просто избавиться от этой головной боли. Слушай, я вот сегодня, нам надо сейчас уходить на новости, но я опять себя поймал на мысли. Я внимательно сегодня слушал господина Президента и даже не столько его доклад. Он был очень скучный по своей сути. Сколько, конечно, ответов на вопросы, которые поступали, феерические вопросы с господином Сичина, с которым они полчаса тому назад до этой панели встречались. Но это бог с ним, это лирика. Господин Президент четко сегодня сказал, один из наших главных приоритетов таргетирование инфляции, макроэкономическая стабильность. То есть, ну, у меня вновь вот этот сюрреализм, да, Михаил Гонович, возникает. Я как его слышу на инвестиционных форумах, ну, в данном случае сегодня деловая часть от ЭС, да, так он же все правильно говорит. Но там не придерешься. По крайней мере, те документы, которые, те бумаги, которые ему готовят перед выступлением. Ну, получается, как только камеры уходят, и начинается рутинная внутрикабинетная работа, президент отказывается понимать, или, как вы говорите, он не считает это еще большой проблемой. Это патовая какая-то ситуация. Ну, для меня вообще вся эта история с пенсиями является очень большим сюрпризом с точки зрения изменения психологии в органах федеральной исполнительной власти, да и психологии первых лиц. Давайте об этом поговорим после новостей. 19 часов 33 минуты. Это реальное время. Обсуждаем одну из главных тем, реально главных тем, реальную проблему, которая неожиданно у нас появилась вновь после 20 лет проведения пенсионной реформы и создания целого рынка. Ее инициируют чиновники федерального правительства. Здесь Михаил Дмитриев и Виталий Плотников. Михаил Игоревич, вот вы заговорили о психологии. Что там происходит? Что за странности? Происходит некое смещение понимания того, как может развиваться страна. Вот есть ощущение, что реальный сектор, там, добыча нефти, производство металла или сбор зерна, он может развиваться в отрыве от финансов. Что финансы вообще тут как бы ни при чем, что вот надо заниматься реальной экономикой, а финансовый сектор, ну, это некий вот паразитический пузырь, который доказал свою несостоятельность в ходе глобального финансово-экономического кризиса. Виталий Александрович, я настаиваю, они больны на голову. Вот если это действительно так, то о чем говорит Михаил Игоревич, а я верю господину Дмитриеву, они больны на голову. А нет желания госплан вернуть? Ну, на самом деле это и есть возврат госплана, потому что в отсутствии эффективных финансовых рынков управлять инвестиционными процессами придется в режиме ручной настройки. И так, собственно, это и пытаются делать по многим значимым проектам. Но это никуда не ведет. Россия не станет развитой страной без финансового сектора, который способен и эффективно размещать инвестиционные ресурсы там, где они нужнее всего. И в том числе в реальный сектор экономики. Да, длинные пенсионные деньги это часть этого механизма, потому что, например, развитие инфраструктуры или инвестиции в такие длинные проекты, как нефть и газ, будут очень затруднены без наличия длинных денег в российской экономике. Я в шоке. Я действительно в шоке. Виталий Александрович, будем подключать наших слушателей. 65 10 99,6 код Москвы 495. В Собес готовы вернуться? В Уравниловку? Почитайте вчера Кудрина. Большая статья, как кто-то мне там писал в Твиттере. Много букв, да? Ничего страшного. Почитайте. Почитайте и сделайте выводы. Вот куда вас тащат? И то, о чем сейчас сказал Михаил Игоныч. У меня волосы дыбом. Где они вообще нашлись? Вот эти вот деятели, да? Которые после 20 лет тяжелейших испытаний только-только начали выкарабкиваться, только-только начали доверять. И эти деятели возникли у нас на горизонте. Максим из Петербурга пишет. У меня банальный вопрос к вашим гостям. Мне 27 лет. Что делать, если наше социальное, в кавычках слово, социальное государство рассчитывать на него нельзя? И еще один вопрос. Есть ли пенсионные накопления у меня под управлением УК? Означает ли это, что я все равно рискую все потерять? Виталий Плотников. Ну, с пенсионными накоплениями именно эта проблема сегодня обсуждается. Безусловно, когда чиновники предлагают вот такого рода варианты, есть риск потери. На что рассчитывать? Рассчитывать, как-то в одной из передач, Юрий, у вас же, мы обсуждали, это рассчитывать на себя. И пенсионные фонды, даже не государственные, несмотря на то, что я вхожу в число, ну, своеобразных создателей этого рынка, да, я не склонен обожествлять и делать их панацеей. Использовать надо все инструменты. И банковские возможности, и возможности паевых инвестиционных фондов, стараться защититься максимально от тех невзгод нынешних и, в первую очередь, неизвестных будущих. Нет, подождите, вот я в свое время, только когда начался процесс, когда появилась возможность перевода вот этой накопительной части, да, я, все мои родственники, все мои родные, которые им позволял возрастной этот ценз, да, они вышли из вот этого государственного собеса, перешли в частные негосударственные пенсионные фонды, да, и меня удовлетворяет работа моего фонда, да, я не собираюсь его ни рекламировать, ни называть, меня часто спрашивают, я не говорю. Еще раз подчеркну, на рынке достаточная информация, чтобы самому сделать правильный выбор, да. Но вот, Александр Александрович, то есть я сделал свой выбор, да, какого они вообще лезут ко мне, кто они такие, чтобы вот принимать такие решения. У меня там, у меня приличная сумма, я не буду скрывать, да, я зарабатываю очень неплохо, да, я трачу огромные свои умственные, временные, интеллектуальные способности, чтобы зарабатывать, да, обеспечивать своих детей, обеспечивать свою старость, как мне пафосно звучит, да, платить кредиты, которые у меня есть и так далее. Появляются деятели, которые говорят, не, что ты тут не то, вот эти деньги ты там скопил, ну-ка давай-ка мы похерим это. Я просто, вы понимаете, мое возмущение, мои эмоции связаны с одним. Кто они такие, чтобы принимать подобные решения? Сколько, простите, вы сказали, уже перешли из молчанов? Ну, на 1 июля 15 миллионов человек. 15 миллионов человек, да. Но продолжали переходить весь год этот, мы еще не знаем этой цифры, но это будут от 6 до 8 миллионов еще. Они уже заключили договоры. Причем, Юрий, понимаете, тут есть еще очень такой важный психологический аспект этой ситуации. Мне кажется, что, да и не кажется, я уверен, люди действуют абсолютно безошибочно. Тема пенсии, будущей пенсии, она непосредственно, очевидно, горяча для того, кому через год на пенсию, через 2 года может быть. Она горяча для тех людей, кто знает, какой у него крупный остаток уже скопился в накопительной части. Для вас, у меня немаленький остаток, еще у ряда людей. Но средний остаток по стране на накопительных счетах к сегодняшнему дню, он едва приблизился к 30 тысячам рублей. То есть, если есть люди с несколькими сотнями тысяч рублей на счете, поверьте мне, колоссальное количество людей с несколькими тысячами рублей на счете. И те люди, для кого, очевидно, злободневен вопрос, как это будет, вот, пенсия платится, это кому год-два до пенсии, у них объективно очень маленькие счета. Их счета не пополнялись. Их, как мы помним, в 2004 году вырезали из пенсионной реформы. Их счета... Грубо звучит, но фактически именно так оно и было. Их счета остались микроскопическими. Эта часть абсолютно для них ничего не определяет. То есть, они не будут возражать, что бы там ни делали с накопительной частью, их это не затрагивает. И не будет затрагивать еще, ну, наверное, ближайших 3-5 лет тех, кто будет выходить на пенсию. Слушайте, ну, получается, самое главное, по кому они наносят удар, это люди, а, думающие, б, состоявшиеся, по меньшей мере, и в, самое главное, то, что очень часто в мире называется middle class. Они залезают ко мне в карман в буквальном смысле. Я знаю, что среди слушателей Финам.ФМ именно нашей радиостанции масса именно успешных людей, которые не рассчитывают на государство, и уж тем более на САБЕС. И получается, что эти деятели говорят, нет, слушайте, а они ведь по себе еще, простите, кое-куда удар наносят. Вот это тысяча на тысячу. Вот эти все программы. Это теперь кое-кому? Вот куда, Михаил Игоревич? Это что? Это и это похерить? Все похерить? Ну, с 2013 года прекращается приемного у членов программы софинансирования. И его пока непонятно, будут продлевать или нет. Но в условиях такого масштабного сокращения размеров накопительной системы такого рода меры тоже теряют смысл. Ведь, собственно, вся пенсионная индустрия, она очень чувствительна к тому, что экономисты называют эффектом масштаба. Если много денег, то уделенные издержки на управление ими, они невысокие. Большой разницы в том, сколько тратится на управление одним миллиардом рублей, одним триллионом рублей, нет. И если мы уменьшаем обязательно накопительную составляющую, то все вот эти вот фиксированные издержки на управление деньгами, они ложатся на маленький добровольный остаток. Он становится дорогим, он становится невыгодным. Для этого получается невыгодно, вот крупным игрокам финансовой сферы невыгодно вкладывать туда ресурсы, направлять наиболее квалифицированных людей на управление этими деньгами. Они будут вынуждены уходить из этого сектора, потому что он не привлекателен. То же самое и с государственным регулированием. У нас сейчас наиболее значимые ресурсы экспертных и даже административных компетенций и сосредоточены в Центральном банке. Центральный банк наш один из крупнейших в мире по численности чиновников. И это не случайно, потому что и банковский сектор у нас в проценте КВП не сильно отличается от американского банковского сектора в проценте к американскому ВВП. То есть это большой сегмент рынка, на который имеет смысл направлять ресурсы, в том числе государству как регулятору. А кто у нас регулирует пенсионные накопления сейчас? Два-три человека в одном из департаментов Минфина, небольшое подразделение ФСФР и почти никого в Минтруде, потому что в Минтруде вообще никто не занимается этим толком. И если этот рынок еще более уменьшится в результате ликвидации обязательно накопительной системы, надеяться на то, что государство усилит к нему внимание, направит туда хороший ресурс, чтобы обеспечить качество, надежность и сохранность государственного надзора за этим рынком, тоже не приходится. Другими словами, как вы были бедными, я обращаюсь к слушателями, так и будете. Как был САБЕС, так он и будет. Сколько бы вы сейчас ни пахали, ни трудились, ни пытались решать свои вопросы, им плевать на это. Федор Гоныч, на ваш взгляд, что может остановить господина президента от принятия позиций вот этих реформаторов в кавычках? Ну, на самом деле, президент в этом вопросе явно руководствуется не только своими собственными экономическими взглядами, но и оценкой потенциальных политических рисков от принятия тех или иных решений. Вот, как мне кажется, уже летние предложения Минтруда в их чистом виде нереализуемы. От них отказался сам Минтруд, потому что в конце августа они выпустили новую стратегию, где значительная часть вещей, звучавших в июле, уже размыта водой, они просто отсутствуют в тексте. Это касается, в частности, реформы распределительной системы, это касается попытки фактической ликвидации добровольного пенсионного накопления, потому что там такая попытка четко просматриваться в документах летом, сейчас все это вымарано, нет даже упоминаний и ничего подобного на эту тему. То есть они понимают, что политическая реакция общества на такого рода экстремальный радикализм может быть сопоставима с историей монетизации льгот. Вот монетизация льгот все-таки власти кое-чему научили. И обостренной негативной реакцией широких слоев общества на немотивированные изменения правил в пенсионной системе не хочет ни Путин, ни Медведев. И это как раз, скорее всего, является главным тормозом, почему власти начали потихоньку притормаживать темп принятия решений. И, скорее всего, у правительства, судя по тому, что происходит нет мандата на принятие окончательного решения, оно внесет какие-то концептуальные предложения Путину 1 октября, а дальше Путин сам лично будет взвешивать политические риски. И, конечно, он меньше всего хочет повторения истории с монетизацией льгот. То есть вновь, получается, мы зависим от одного человека. Ну, я утрирую, но фактически это так. Это наша политическая система, и главная беда этой системы, то, что в ней очень мало способов агрегировать и принимать в внимание общественный интерес. Вот внутри правительства чиновники оказались, в принципе, не способными их учитывать. Как вчера сказал в моем эфире Глеб Павловский, в окружении Путина уже нет людей, которые не то чтобы могли сказать «нет», нет людей, которые даже могут сказать «но». Это Михаил Дмитриев и Виталий Плотников. Они в реальном времени после краткого выпуска новостей. Ваше мнение на финам.фм. Там идет прямая веб-трансляция и звонки на 6510-99,6. 19.47. Вот смотрите, как замечательно у нас в новостях. Мы любим в России рассуждать о компаниях Apple, Microsoft, о появлении новых гаджетов, iPad, iPhone. Сегодня, по-моему, и Samsung что-то там презентовал. Но вот вы все должны уяснить, вот эти гиганты, да, эти гигантские транснациональные корпорации не могут обходиться без финансового рынка. Это публичные компании, которые привлекают гигантские ресурсы, чтобы стать теми адептами, которых вы являетесь. Это не, вот понимаете, финансовый рынок, это такой же реальный сектор экономики. Либо, если вы отказываетесь, то господин Путин должен сказать, а в моменте подписания решения о том, что он принимает позицию правительства или Минтруда, или неважно, те, кто ему это внесет, значит, следующий указ о создании госплана. Выселить с охотного ряда Госдумы и вернуть туда госплан. Где он и находился, напротив Кремля. Михаил Дмитриев, Виталий Плотников здесь у нас в студии «Финам.фм». Я еще хочу один вопрос задать. Ваши звонки на 65 10 99, 6, код Москвы 495, финам.фм. Наше средство связи на портале идет прямая веб-трансляция. Не молчите, вы и так уже помолчали достаточно, да? Что теперь вот возникают такие вопросы. Виталий Александрович, я хочу просто уточнить. Вот среди профучастников у вас там какие сейчас настроения-то? Вы пытаетесь как-то торпедировать это все дело-то? Естественно. Готовятся документы. Ну, что могут сделать эксперты и специалисты, да? Ну, первое. Если брать не эмоциональную сторону, а профессиональную сторону. Попытаться развенчать такого рода документы с профессиональной точки зрения. Показать их абсурдность. Что сделать, в общем, не очень сложно. Потому что документ надуманный, внутренний, противоречивый. Отдельные предложения исключают ранее высказанные предложения. Вот, в частности, Михаил Гуныч, повторю его мысль, учитывая, что времени мало. Не повторю, он ее сегодня не успел еще высказать. Но это очень правильно подмечено. Это эксперты подметили сразу и все практически. Что? Попытка совершить так называемый страховой маневр. Представляете, в сухом, серьезном аналитическом документе используются вот такие вот почти поэтические термины. Страховой маневр. А именно отъем взносов на какое-то время. Это уже без поэзии. Да. Оно увеличивает страховую часть. То есть будущее обязательства. То есть облегчая сию минуту, сию минуту проходит насморк, но завтра отнимаются ноги. Такие взаимоисключающие действия, они собираются предлагать президенту. И позвольте спросить, а как же человеку, который думает, вдумается в этот документ, как же принимать это решение, если ты принимаешь два взаимоисключающих, заложенных внутри механизма. Судя по всему, это тоже уже проверили на расчетах, документ сам по себе, он нереализуем с точки зрения цели, которая ставится. Там ставятся опорные ориентиры, 40% замещения коэффициент должен быть. Это невозможно. Расчеты показали. Там есть очень любопытная оговорка, что все это будет достигнуто в том случае, если на рынке сложится позитивная демографическая картина. Хотя уже давно доказано, аж до 50-го года, что она будет только ухудшаться. Но, наверное, чиновники Минтруда будут прикладывать максимум усилий. Соответственно, предложение достижимое только при том, что не сбудутся целый ряд оговорок. А они уже сбылись, эти оговорки. И ни для кого это не является секретом. То есть то, что предлагается к определенному сроку, будет сказано. Ну вот видите, сбылся худший сценарий. То, что мы обещали, не получается. А мы еще тогда говорили о том, что в этом случае ничего и не выйдет. Но игра будет сыграна к этому моменту. Пенсионная система, ну просто структура ее будет переделана до основания. И снова начинать запускать снова накопительную составляющую. Но это, извините, первый раз... — Мне скажут, да пошли вы. — Не, ну, любое событие, первый раз это трагедия, а второй раз это уже фарс. В любом случае, эксперименты на 140-миллионной стране, вот такого рода, они, ну, просто, на мой взгляд, они противобесчеловечны, во-первых. Во-вторых, это очень дорогие эксперименты. Никто, во всей этой дискуссии, никто никогда не считал, а, например, а какой объем инвестиций вложили инвесторы, собственники негосударственных пенсионных фондов в течение последних двух десятилетий, чтобы создать этот рынок, чтобы развиваться на нем? И какая часть этих инвестиций окупилась? То, что связано с обязательным пенсионным страхованием, поскольку это совсем новый продукт, да, мы входили в него в 2004-м году только, там вообще еще ничего не окупилось. Там десятки миллиардов рублей инвестиций были сделаны. На это время попал кризис 2008-го года, когда мы вообще не имели доходов и пытались, тем не менее, развиваться даже в таких условиях. Но о деньгах инвесторов у нас, в общем, принято думать в последнюю очередь. Нам этого не жалко. Вот на этой неделе действительно у нас какой-то сюрреализм, да? Неделя заканчивается вот темой, которая реально сюрреалистична по своей сути. Я надеюсь, что вы поймете, господа слушатели, что не журавлики с осьминогами должны быть в центре вашего внимания, а вот те действия, которые могут привести к необратимым последствиям. Я не хочу жить в Сабисе. Есть радикальные реформы, которые реально приносят плоды. Есть две замечательные страны, Польша и Чили. Одна страна провела пенсионную реформу, в общем-то, не спрося ни у кого, если я не ошибаюсь, в 1972-м году, при определенном режиме, который был в Чили. Эффект гигантский. Вторая страна перешла к пенсионному обеспечению, принципиально иному, Польша, в более демократическом варианте. Эффект есть. Украинские компании размещаются на Варшавской фондовой бирже. Они идут не к собратьям в Москву, они идут туда размещаться. А знаете почему? Потому что там длинные пенсионные деньги есть. А у нас САБИС. Давайте послушаем мнение, вопросы слушателей. 65, 10, 99, 6, Котмосковь, 495, финам.фм. Вот от чего грустно действительно становится. Михаил Дмитриев и Виталий Плотников здесь у нас в студии. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Юрий. Да, Юрий. Скажите, пожалуйста, почему вы пугаете словом САБИС? Вот в советские времена мы помним, какие были пенсии. У моей бабушки была пенсия 75 рублей. Я получал пенсию по сути потери кормильца 25 рублей. Это были огромные деньги. Как можно сравнить с теми копейками, которые получают дунишние пенсионеры? Не говоря уже о том, что у вас накопительная система, которая якобы обеспечивает там что-то, какое-то высококрестное замещение. Это те же самые копейки. Вот у меня при сравнении... То есть подождите, Юрий, без пафоса. Вы предлагаете вернуться к советской системе распределительной? Конечно. Она прекрасно работала. Понятно. Это вот нововведения ваши не работают. Спасибо. Пожалуйста, Михаил Иванович. Ну, в советской системе не надо ее идеализировать, потому что соотношение пенсии и заработной платы оно на самом деле было невысоким. В заработной плате тогда не учитывались так называемые общественные фонды потребления, которые достигали до третьей всех доходов работников в советское время. И если соотносить пенсию с заработной платой плюс общественные фонды потребления, которых уже давно нет, то соотношение пенсии и зарплаты было где-то на уровне 30 процентов. Сейчас оно выше на самом деле. Проблема сейчас в том, что есть так называемый средний класс, который в советское время еще находился в стадии только очень раннего становления. Тогда уравниловка доходов была колоссальная, инженер мог получать 120 рублей до пенсии, и пенсия его родителей казалась тогда большой суммой, потому что не было реальной социальной мобильности. Сейчас люди с доходами в два раза выше среднего могут рассчитывать на пенсию не более чем 20 процентов от зарплаты. Люди с доходами в три раза выше среднего не больше чем 15 процентов от зарплаты. А между прочим, именно эти люди являются двигателями современных секторов российской экономики. И вот для них-то как раз собес это убийственно, потому что внезапно, выходя на пенсию, они обнаруживают, что их доходы падают в 3-5 раз. Вот Михаил Игоныч, он объясняет таким основательным языком, да? Я не буду переводить с русского на русский, да? Очень хочется вернуться туда, не получится. Вот просто не получится. И демография уже не та. Эта тема закрыта. Но я делаю один вывод. Если на Финам ФМ звучат подобные звонки, то после Путина в этой стране будут левые популисты у власти. Они вам это все пообещают, только не смогут реализовать. Я вспоминаю правительство Евгения Примакова, да? Очень сложная ситуация после 90-го, дефолта 98-го года. Многие говорят, вот же коммунисты. Это были коммунисты у власти, реально. Маслюков и так далее. Но Евгению Максимовичу хватило ума не разворачивать корабль, не отказываться от того, что было уже достигнуто как-то младореформаторами, как Хасбулатов. Желтые штанишки их называл. Мальчики в розове штанишки. Мальчики, да. Человеку, который очень имеет свою серьезную позицию. Вот вспомните 98-й год, я говорю про Примакова. Он продолжил начатое. А у нас еще в обществе есть вот такие оптимисты, которые считают, что можно вернуться. Ну вот, вот мне иногда хочется, чтобы левые пришли. Вот не Путин с его право-лево, ни туда, ни сюда. Вот он никак не может определиться, кто он, да. Вот пришли, но я хочу в этот момент покинуть пределы страны и посмотреть, что здесь будет. Потому что при левых после популизма будет крах окончательный. Вы в эфире, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте, меня Вадим зовут. Да, Вадим. Я сам работаю в пенсионном фонде не государственном. Вот. И у меня такой вопрос к вам. Подскажите, а вот если, допустим, сейчас вот вся эта система отменяется, да, как вы говорите, к советской системе тоже вернуться уже не получится. Вот. А тогда что будет дальше? Отличный вопрос. Пожалуйста, господа. Ну, дальше на самом деле нас ведь пытаются вернуть не просто в советскую систему, нас пытаются вернуть в ту систему, которая сейчас терпит финансовый крах в странах Южной Европы. Ни одна страна Южной Европы не имеет обязательно накопительной составляющей. Ни одна страна Европы не попала в тяжелое финансовое положение среди тех стран, которые имеют большую накопительную составляющую. Ну, реально этот кризис случился в Исландии, где действительно большие накопительные пенсии. Но там он имеет происхождение в связи с кризисом исландского банского сектора. Исландия была большим офшором и пострадала именно на этом. Все страны Южной Европы не имеют накопительного компонента. Они имеют как раз ту систему, которую предлагает Минтрут воссоздать в России, и эта система терпит крах именно потому, что государство в стареющем обществе не справляется с финансированием системы на старых принципах. Между прочим, к 2030-40 году у нас количество пожилых людей будет примерно таким, как сейчас в Италии и Греции. И вот как раз к этому времени мы получим весь букет удовольств, которые испытывают эти страны на наших глазах. — Господа, спасибо огромное, что вы нашли время, пришли к нам. Я буду возвращаться к этой теме и буду биться до последнего. Когда господин президент примет решение, в общем-то, эфир уже будет не стоит проводить, если он примет вот эту позицию. На этом можно, в общем-то, все программы, связанные с развитием экономики, завершить, потому что на этом завершится экономика. Но я надеюсь, что Владимир Владимирович неспроста не принимает до сих пор окончательного решения. Значит, есть сомнения. Значит, он реально думает. Посмотрим, к чему придет. Михаил Дмитриев, Виталий Плотников. Реальное время. Финам.ФМ. Плотников. Реальное время. Финам.ФМ.